Всем привет! Меня зовут Марсель. Добро пожаловать в мою мастерскую. Сегодня вы увидите изготовление детской кровати. Кровать выполнена полностью из массива бука. В качестве основания 18 миллиметровая шлифованная березовая фанера. Размеры кровати по матрасу 180 на 80 сантиметров. Сначала изготавливаю ножки для изголовья из ножей. Сечение заготовок 50 на 50 миллиметров. До получения таких размеров склеиваю две тридцатки. При склейке по пласти заготовки после рейсмуса всегда прогоняю через барабанный шлифовальный станок. Это дает и качественную склейку и убирает ступеньку от рейсмуса. Соответственно заготовки с минимальным припуском. В данном проекте присутствуют точенные элементы. Но как вы могли заметить, в мастерской нет токарного станка. Поэтому я обратился к местному мастеру, предоставив ему калиброванные заготовки и размеры. Для боковин кровати изготавливаю классические щиты из нешироких ламелей. Это позволит избежать различных деформаций в будущем. Боковина кровати состоит из трех щитов разной длины. Длинный щит как основа, короткие щиты для криволинейных элементов. Используя бумажные шаблоны, которые были начерчены в программе визио в масштабе 1 к 1, переношу рисунок криволинейных элементов. Для выпиливания использую лобзик. С помощью ленточной шлифмашинки придаю плавность и ровность линиям. И на заметку, после лобзика не нужно стараться выводить машинкой кромку на всю ширину. Достаточно вывести 2-3 мм от края. Далее использую обгонные фрезы. Я использую и с верхним, и с нижним подшипником для фрезерования по волокнам. Придаю кромке окончательный вид. И полученную буковину использую как шаблон для изготовления второй. Музыка При изготовлении криволинейных элементов изголовья и изножья, также использую бумажные шаблоны. Только выпиливаю на ленточной пиле. Пропил получается плавный и ровный, поэтому кромку достаточно отшлифовать ленточной шлифмашинкой. С помощью такого приспособления в балясинах сверлю отверстия под 8-мм шканты. Данное приспособление позволяет сверлить вертикально без отклонений. Для удобства торцевания балясин использую брусок с V-образным пазом. Музыка 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 Я не являюсь фанатом фирмы Festool, но фрезер домино это действительно упрощающий и ускоряющий работу инструмент. На мой взгляд он стоит всех потраченных денег. Музыка Перед полной склейкой из ножа и из голове фрезерую все кромки радиусной фрезой. В моем случае радиус 4 мм. Музыка 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 Музыка